Высокоскоростная магистраль Москва-Казань будет проложена севернее первоначального плана. Такое решение было принято неделю назад. Теперь проектировщики обсуждают, где лучше всего разместить станцию Чебоксары. Мнения специалистов разделились. Варианты размещения новой станции рассматривались с учетом ее доступности. За счет существующей дорожной сети, рельефа местности и экономической целесообразности. По мнению инженеров Томского института транспортного строительства, самым оптимальным решением станет место в районе существующей железной дороги близ деревни Малые Каснары. Почему выбрали именно этот вариант? Он идет рядом с существующей железной дорогой. Это нам позволяет непосредственно внедриться в существующую железнодорожную транспортную инфраструктуру. Санкт-Петербургский институт урбанистики настаивал на строительстве станции около деревни Шинерпоси. В этом узле развитая федеральная сеть автодорог. Есть выход на Чебоксары, Новочебоксарск, а также трассу Вятка. А это очень удобно как для отъезжающих, так и для приезжающих в Чувашию людей. Когда мы посмотрели трассу приближенной, посмотрели уже на градостроительную документацию, вот эта трасса, ну, этот участок, наверное, не такой уж простой. Я покажу потом красную у нас трассу. Значит, вот это наша новая синяя трасса, которая проходит вдоль Бятки. У нас практически по генеральному плану намечено перспективное развитие Шинерпоси. Практически, как бы, наверное, его направление закрываем. Самые кратчайшие потоки, самая кратчайшая доставка пассажиров, где-то примерно в районе, если разместить эту станцию, в районе Малая Князь Тинякова. То есть это вот примерно то же самое, что говорили институт урбанистики и Томский про трасс. Чем хороша это размещение этой станции, функциональные, опять же, такие критерии, тем, что, значит, совмещаются грузопассажирские перевозки, значит, скоростные и низкоскоростные, с доставкой пассажиров на вокзал Чебоксары. И подключается основной транспортный узел, то есть Болговятка направление, которое дает возможность, кроме того, еще одним из критериев, прямой выход на Новый Чебоксарск, новый город и даже на Левубережную часть. Чуваш-граждан проект провел расчеты строительства объездной дороги в двух вариантах. Первый, если станция Чебоксары расположится близ деревни Янгильзина. Учитывая ряд работ, которые необходимы для доставки пассажиров на расстояние 11 километров, а это строительство двух мостов и четырехполосной автодороги, стоимость проекта составит 14,5 миллиардов рублей. В случае, если станцию разместить у деревни Шинерпосе, то аналогичный расчет с подъездом на станцию и реконструкцией двухуровневой развязки Вятка М7 показывает результат в 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Разница почти в 9 миллиардов рублей дает огромный перевес в пользу второго варианта. И хотя окончательное решение еще не принято, в РЖД его ждут в ближайшее время. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.